Приветствую вас! А у меня новый лук. Хотите расскажу? Сейчас. Начну немного издалека. За последнее время все чаще и чаще попадаются луки на разных интернет-площадках, в разных магазинах. Луки-тейкдауны, в основном рекурсивы с металлическими рукоятями. Разновидностей куча. Это и таргеты, и филды, луки для охоты, луки для развлечения, что-то подороже, поинтереснее, что-то совершенно бестолковое, вундервафли, классика, чего-то только нет. Притом огромное засилие луков для боуфишинга. У меня такое ощущение, что китайцы делают так. Эй, Ляо Минь, тут есть какой-то странный непонятный лук. Я не знаю, куда эту хрень оформить. Знаешь что, пинг-понг. Назовем это луком для боуфишинга, все равно не знаю, что это такое. Я не знаю почему, но самая бестолковая конструкция почему-то сразу оформляет луки для боуфишинга. Ну так вот. И среди всего этого многообразия отпочковались немножечко такие интересные луки, как рекурсивы с рукоятками от луков блочных. Первый раз я такой лук увидел, это был Мартин Ягуар. Также достаточно популярные луки от компании Пойлан. Почему-то их олимпиками зовут, хотя это и близко не олимпики. Ну и собственно, вот герой нашего рассказа. Лук компании JohnSync. Модель F-163. Собственно, вот он этот лук, который мне посчастливилось недавно немножечко обстрелять. К сожалению, погода жутко нелетная. Из-за морозяки камера застывает моментом, со съемкой проблемы, поэтому полноценный обзор немножечко откладывается. Подождем тепла. Потому что и я эту проклятую погоду не выдержал, свалился, и техника не выдерживает. Ну да ладно. Собственно, вот у нас такой вот лук. Модель F-163. Рукоятка от блочного лука этой же фирмы. Блочный лук модели M-153. Когда я только лук собрал, я удивился, насколько же он здоровый. Вот у этого лука, который у меня в руках, здесь тетива от полноценного 66-дюймового Олимпика. Вот такая вот штука. То есть, лук большой. Вытек у него достаточно приличный. На 30 дюймов он тянется даже больше. Весьма приятно без намека на дубление. Например, более короткий F-179. По большому счету на 30-ке у него комфортный вытек. Заканчивался. Этот тянется дальше. И за счет размеров, потому что рукоять здесь достаточно большая. И также за счет того, что плечи немножечко имеют вот такое вот забавное укрепление. То есть, лук жестким назвать нельзя. Тянется он хорошо. Больше всего меня заинтересовали встроенные демпферы. Скажу сразу, при стрельбе лук себя ведет замечательно. Довольно увесистая рукоять. Прекрасно вынесен центр масс. Встроенные демпферы и тому прочее. Лук комфортен. И стабилен и комфортен. Вообще достаточно приятная вещь. Дизайн несколько футуристичный. Я боялся, что рукоять будет болтаться. При выстреле этого совершенно не происходит. Лук ведет себя смирно и вообще очень хорошо. Самая главная особенность, самая главная, даже не знаю, может даже стать проблемой. Это, собственно, блочная рукоять. А именно и даже это лук не центробойный. Потому что, вот вы можете видеть, вырез уходит намного дальше середины. И здесь могут быть проблемы с выбором полочек. В комплекте идет вот такая вот полочка на резьбе. Которую я обычно очень-очень недолюбливаю. Но здесь она весьма-весьма к месту. И, в общем-то, даже работает неплохо. Попробовал я пострелять с волосяной полочкой вискер. И мне не понравилось это дело. Единственное, ну, не нравится мне стрелять из этих полочек руками. Не то, чтобы это невозможно. Возможно, получается, лук стреляет. В принципе, особых проблем нет. Но с ней почему-то получается больше разлет по горизонтали. Может, это моя криворукость или стрельба в одежде. С этим еще предстоит разобраться. Ну, вот такая вот полочка. Кстати, даже у Хойта есть подобная полочка. Сюда очень даже подходит. Вообще, существуют специальные полочки. И для блочных луков. Для стрельбы руками. Вот можете посмотреть. Они сюда подходят. Станут идеально. Это как раз то, что доктор прописал. Но, в любом случае, просто наклеить обычную магнитную, обычную спортивную полочку. Или там, допустим, каму, смех, кожаные накладки. В данном конкретном случае не проходит вообще никак. По кастомизации. Я этот лук вижу настоящим конструктором. Конструктором интересным. Разумеется, есть крепление для стабилизатора. Разумеется, есть крепление для прицела. Есть абсолютно ненужное крепление для отвода тросов. У нас тут их нет и не будет. Две дырки под полочки. Самые разнообразные можно крепить. В принципе, даже некоторые виды падающих полочек можно разместить. Но я из них руками никогда не стрелял. Поэтому и вообще смысла в этом не вижу. Кстати, насчет стрельбы руками. Вот такие вот луки. Этот лук, Мартина и прочие разнокалиберные луки, которые выросли из луков блочных, по большому счету, это отличный вариант для стрельбы с релизом. Есть категория людей, которые стреляют из рекурсивных луков из классики при помощи релиза. Я ничего там плохого не вижу. Хотя и смысла особого не вижу. Однако, в данном конкретном случае можно прекрасно установить ту же самую волосяную или даже падающую полочку и стрелять с релизом. Здесь смысл есть благодаря вот такой вот рукояти. Что мне еще очень-очень понравилось. Видите, вот эти вот металлические вставки. Вот в них вкручивается винт. Иными словами, сталь трется по стали. Мне это очень-очень нравится. Я очень не люблю, когда сталь лишний раз трется по алюминию. Алюминий все-таки намного мягче. Я понимаю, что мы не каждый день вкручиваем-откручиваем плечи. Но все равно вариант так себе. А здесь уже сразу такие вот стальные шайбы стоят. Так что проблем никаких никаких не будет. Сами резьбы все достаточно хорошие. Все замечательно откручивается, закручивается, держится хорошо. А вот качество анодирования, как на 179, в общем, слабенькое. Конкретно это 55 фунтовка. Но, если честно, тянется просто на удивление хорошо. Вот если, допустим, такие луки сравнивать с аналогами от того же самого Цзандао, мне пока что все-таки, опять же, Цзанцинги нравятся больше. Луки мягче. Меньше хенд-шок, меньше блямкают. Они определенно быстрее это чувствуются. Прямо аж настолько. Потому что мне несколько месяцев назад притаскивали один Цзандао. Такая вот моделька, которая в Харькера попадалась, продавалась. Намного жестче, намного сильнее хенд-шок и ощутимо медленнее. То есть, пока что... Я до сих пор разбираюсь с этим луком. Я буду его кастомизировать. Я хочу обязательно поставить стабилизатор. Притом стабилизатор не маленький, с какой-нибудь приличной массой. Потому что рукоятка у нас, я уже сказал, достаточно увесистая. Поставлю, наверное, все-таки полноценный небольшой стаб с грузиком через резинку. Обязательно хочу поставить СТС. Ну, как не попробовать, если есть такая возможность. Короче говоря, я уже сказал, полноценный обзор немножечко откладывается по погодным причинам. Но очень классный лук. И еще маленькое дополнение. Для любителей косплея. Если вам захочется забацать костюм в стиле Оливера Куина из Лиги Убийц, этот лук прекрасно сюда подойдет. Потому что в фильме он бегал с Мартином Сейбор. А этот лук действительно очень-очень на него похож. И... Да коллег интересно, но, к сожалению, возможности у меня пока такой нет. Сравнить вот этот вот лук F-163 с Мартин Сейбор. С оригинальным американцем. Ну, американцем. То, что сейчас колепает Мартин, я понятие. Я не имею вообще, где это делается, какого качества. Но, тем не менее, бренд известный. Сравнить было бы очень любопытно. Единственный еще момент. Но это тоже уже будет во время обзора. Когда буду сравнивать этот лук. Мне он показался медленнее 179. В принципе, это логично. Потому что лук банально больше. Плечи развернуты ближе к стрелку. Но, если сравнивать по комфорту, я даже не знаю, какой лук можно предпочитать. Они очень-очень разные. 179 это лук. Небольшой, быстрый, резкий. Этот уже просто за счет своих размеров более стабилен. То есть, действительно очень неплох. Он подойдет разным по комплекции людям. И еще, кстати, маленькая, очень приятная фишка. Сюда можно поставить спортивные плечи с резьбовым креплением у тех же самых джонсингов. И это может сильно расширить или по усилиям диапазон, или по комфорту. Ну, и еще такой маленький нюансик. Плечи, я заметил, здесь бамбук со стеклом. То есть, скорость должна быть достаточно приличная. Вот конкретно на этом луке одно плечо винтит. Это можно рассмотреть. Это заметно, если лук держать. Заметен конкретный выгин. Я сначала думал сказать, ну, это брак, это караул, стрелять нельзя. Но стрелять, во-первых, можно. А во-вторых, очень важный момент. При натягивании этот винт все-таки уходит. Ну, то есть, в принципе, вертолеты бывают и у более именитых фирм. Конкретно здесь, в данном случае, это мешает не очень сильно. Но это заметно. Брак не брак, гарантийный случай не гарантийный. Я пока сказать не могу. Будем смотреть, будем разбираться. Собственно, это первый взгляд на этот лук. Я в дальнейшем буду обстреливать, обвешивать. И как только погода наладится, будет большой полноценный обзор со стрельбами. Расскажу о своих впечатлениях. Разумеется, попробую пострелять с разными полочками. Покажу, как все это будет выглядеть, как все это будет работать. Ну, вот такая вот штука у нас получается. Больше всего меня расстроил вертолет на верхнем плече. Посмотрим, как это будет работать у нас. То есть, тут продавцам надо обращать внимание на подобные фортили от китайских производителей. Но, опять-таки, я хочу обратить ваше внимание, что подобными фортилями страдают не только китайцы. Можете мне поверить, даже у Хойта бывают винтящие плечи. Ну, тут уже вопрос, насколько часто это бывает. Кстати, насчет винтящих плеч я ни разу у приличных производителей не видел такого на плечах спортивных. По-моему, одно время кто-то жаловался на тибуру... Нет, не на тибуруных. В общем, на каких-то традиционных, так называемых, Хойтах там был одно время нехороший прикол. Тем не менее, лук стреляет. Лук стреляет хорошо. Левой руке комфортно из него стрелять. И лук, во всяком случае, интересен. Блин, банально по дизайну, но посмотрите, какая это вундервафра. Я никак не могу понять, почему эти луки называют луками для бауфишинга. Ну, собственно, пока все. Обязательно оставляйте вопросики. Они мне очень сильно пригодятся, когда буду делать обзор. Ну, пока все. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok